Слава Господу нашему, Иисусу Христу, Творцу неба и земли. Передо мной хорошо говорили братья, и некоторые вещи, которые мне Бог положил на сердце, говорить они уже сказали. Я благодарю Бога за это, что именно, может быть, наверное, это и есть то слово, которое Он желает, чтобы мы сегодня услышали. Прежде чем я начну свою краткую проповедь, я хотел бы помолиться. Давайте встанем, благословим Господа. Отец, я прихожу к Тебе, мой Господь, и я нуждаюсь в Тебе, Святой Дух. Ты видишь, мой Господь, все, что у меня на сердце, Ты видишь, в чем нуждается этот народ, люди, которых возлюбил Ты. Я уповаю, Господи, на Тебя, Дух Святой, зная, что Ты знаешь, мой Господь, в чем нуждаются эти люди драгоценные, и в чем нуждается народ Твоего. Я прошу Тебя, направь нас к свету Твоему, чтобы нам поистине быть благодарными Тебе за все, что Ты сделал в нашей жизни. И великий Бог, будь прославлен. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. Слава Господу нашему. Библия говорит такие слова. Я прочитаю книгу пророка Осия, 6 главы, 6 стиха. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и Бога ведения более, нежели все сожжения. Интересные слова Бог провозглашает народу Своему. Я хочу милости больше, чем жертвы. Я хочу понимания меня больше, чем все сожжения. Вы знаете, как легко людям стать сектой, как легко церкви превратиться в секту. Вы знаете, как легко просто любому служению, которое начиналось хорошо и горячо превратиться просто в обрядное, форменное, безжизненное служение. Там, где уходит очень важный атрибут, там, где уходит очень важное правило, которое основывается на самой первой заповеди, которую дал Бог своему народу. Я хочу, чтобы вы любили меня и любили меня всем сердцем. Интересные права, интересное слово Бог говорит Своему народу. Я желаю, чтобы вы понимали меня больше, чем бы вы приносили все сожжения и жертвы и все прочее. Когда вы приходите пред лицом мое, я хочу, чтобы вы понимали меня. И знаете, мы с вами настолько бываем быстры, чтобы просто прийти на собрание, отдать дань Богу и просто уйти. И на этом построена религия и весь религиозный мир для того, чтобы служить ритуалам Бога, которого они на самом деле не знают. Как брат Веня предо мной сказал. Бога, которого они не знают, Богу, которому они слушают, идут. Каждый как может. Кто ставит свечи, кто произносит молитвы заученные, кто приносит какие-то пожертвования. А Бог говорит, я хочу от вас, дорогие мои, дети мои, я хочу от вас, чтобы вы понимали меня. Я хочу, чтобы вы знали то, что на сердце моем, а то, что приятно мне. Потому что вы мой народ, вы мои дети. Вот вы знаете, как вы думаете, если мы, будучи родителями, я представляю, что придет такой день, если Господь не придет, придет такой день, когда я состарюсь, и дочери мои будут взрослыми. И когда они будут приходить в мой дом, чего я от них ожидаю? Чтоб они мне, пап, вот тебе 20 долларов, там скажем. Я верю, что моя старость будет, если Господь не придет, процветающе, я не буду ни в чем нуждаться. И вы думаете, мне будет нужно от них просто, чтобы они мне что-то дали, сунули. О, ты знаешь, я спешу, пап, и все нормально, все хорошо, все, я побежал. Как вы думаете, приятно от родителям такое вот общение? Просто принести, дать что-то, сунуть, как подачку, и уйти. Отец сегодня призывает нас и свой народ, я хочу, чтобы вы понимали меня. И это мне приятно, гораздо приятнее, чем жертвы всесожжения и все либо прочее. На самом деле нам нужно вспомнить, кто такой Бог. Кто же Он такой? Вы помните, я на прошлом собрании говорил, это откровение, с которым однажды столкнулся Моисей, который был послан Богом. И Бог ему дал и возложил ему, дал ему откровение о том, кто есть Он. И когда, помните, Моисей встретился у Бога, с Богом у горящего куста, первым вопросом был, когда меня спросят, кто ты такой, что я должен отвечать? Я твой служитель, ты поставил меня твоим пророком. А когда меня спросят, кто ты такой, что мне им ответить? Потому что, кто ты такой, определит все остальное, определит либо послушание, либо непослушание, определит ихнюю веру, либо ихнее неверие, определит ихнее доверие или нет. Скажи мне, принеси мне понимание, откровение о том, кто ты такой. У Бога был готов ответ Моисея. И он сказал, я есим, кто я есим. Очень понятно. На самом деле, он не мог себя заключить ни в какое другое имя, кроме того, что он мог сказать, я тот, кто я есть. Иди, я посылаю тебя. Оригинал, если мы просмотрим, что же значит это слово? Говорит, я сущий, я имеющий жизнь в себе самом. Единственная личность во вселенной. Это мы с вами будем проходить сегодня по его атрибутам чуть-чуть. Единственная личность во вселенной. The only person in the universe who can call himself I am who I am. Одна личность во всей вселенной, которая может назвать себя я сущий. Я тот, кто имею жизнь в себе самом. И тот, кто дает жизнь всему, что я сотворил. От меня источники жизни. Я источник энергии. От меня огненная река. От меня воды жизни. От меня все, что вы имеете. Я всему даю рост. Я всему даю жизнь. Потому что я первоисточник всего. И сущность живущего. Все остальные, кто были сотворены им, либо ангелы его, великие силою, либо люди, человек, венец его творения. Все остальные, они имеют жизнь благодаря тому, что они черпают свою жизнь от него. Благодаря тому, что они приходят к нему и возвещают его жизнь. Тот, кто оставляет его, тот, кто оставляет законы жизни, он сам себя отрезает от того, кто является источником его жизни и всего прочего. И это его верховная власть и самая величина его могущества. Я есть им тот, кто я есть им. Слушайте меня. Он сказал своему рабу. Он говорит своему рабу Аврааму, я открылся с именем моим всемогущим. Одно из имен у меня Бог сказал пророку своему. И я прошу Бога, чтобы он дал мне мудрости говорить о нем словами, достойные его славы. Потому что так часто мы, знаете, выходя сюда, даже и слова наши звучат немножечко, знаешь, с трепетом. Мне нравится, как относились Израиль к священным писаниям с трепетом. Они имя Бога не могли написать, но писали согласными буквами. Это трепет, это почтение. Это то, в чем, я думаю, мы должны прославить Бога. Оттого нету веры и ведение тухнет, потому что нет почтения Ему. Мы привыкли к Нему относиться, как будто Он один из чего-то в нашей жизни на стороне. Тот, кто Иисущий, тот, кто жизнь всего. Я забегаю наперед себя, но давайте вернемся к этому откровению. С именем Моим всемогущий я открылся Аврааму. Сколько он делов наделал, Авраам. Он историю перевернул, потому что он получил откровение, что Его Бог, Бог всемогущий. Что Его Бог может все. Что Его Бог, перед Которым я хожу, мой Бог, это не Бог слабый, это не Бог спящий. Это не Бог немилующий, это не Бог не отвечающий. Это Бог всемогущий. И когда этот всемогущий сказал, я хочу, чтобы ты послушал меня, отдай мне сына своего, которого я тебе дал. Без меня бы, у тебя бы его никогда не было, да? Отдай мне его, я хочу взять его себе назад. И когда Авраам пошел на эту гору, чтобы отдать своего сына, многие, знаете, со слезами на глазах проповедуют об этом и говорят, что я не знаю, как бы мы, как бы мы, и что бы мы сделали, если Бог попросил отдать своего сына. Но Авраам понимал, что он не просто убьет своего сына, и все на этом. Авраам понимал, вера его в Бога всемогущего учила его, что я отдам моего сына, даже если я принесу его в жертву, он станет прахом, если будет сожжен, как пепел. Но Бог потом из пепла восставит его, потому что Бог, пред которым я хожу, Бог всемогущий. И поэтому он сказал тем, которые остались у горы, рабам своим, он сказал, я пойду поклонюсь моему Господу. Это значение слова поклонюсь, я сделаю то, что он от меня хочет. Я поклонюсь ему, я почту его слово. Он сказал, отдай мне сына, от которого будет от тебя потомство. Я иду отдать ему моего сына, от которого будет мое потомство, потому что я знаю, что он своему слову верен до конца, и слово своего он не нарушит. Я вместе с сыном моим поклонимся, мой сын увидит могущество моего Бога. «Слава тебе, Господь!» И он шел, и размышлял, и говорил, и благословлял Бога. Библия написана, он прибыл тверд в вере, воздав этим славу Богу. Он прибыл тверд в вере, воздав этим славу Богу. Нам, дорогие, сегодня нужно вернуться хотя бы к этому откровению, который Преотец наш имел, что Бог нас всемогущий, чтобы мы, как церковь, могли сиять так, как нам должно сиять, чтобы собрание наше наполняло слава Господня, так, как она должна наполнять их. Как же Господь придет во всей силе могущества Своего, если мы пришли с сердцами, отягощенными бременами, отягощенными своим эгоизмом, отягощенными непрощениями, по 10, по 20 лет, если люди в церкви не могут простить. Как? Бог придет в Своей славе. Если Он придет в Своей славе, они должны быть наказанными, потому что это праведный суд Его. И мы иногда, и грешники иногда, они имеют в своей жизни, знаете, радости временной, потому что думают, что Бог не наказывает их, и Его долготерпение они приворачивают в Его слабость, и в то, что Он не существует, и в то, что Его нету. Веня предо мной прочитал, что сила Его божественная. Выйди на улицу, посмотри на небо и перестань быть атеистом. Посмотри на звезды, посмотри на Луну, посмотри, что Земля наша крутится вокруг Солнца, именно на таком расстоянии, на котором может существовать жизнь. Посмотри, что Луна есть вокруг Земли, именно на таком расстоянии, чтобы Земля не сошла с орбиты и могла на Земле существовать жизнь. Чтобы ты мог ходить по этой Земле, взирать на эти небеса и воздавать славу тому, который достоин ее, и который сотворил эти небеса, который сотворил семизвездия и Орион, который выводит их светом своим, и говорит, вот слава моя, посмотрите, сыны мои, дети мои, и воздайте то, чего я достоин. С другой стороны, мы смотрим сегодня люди и говорят, вот Бог, Он хочет славы, Он хочет достоинства, все Его славят и хвалят. И приходит лукавый и начинает хитрить и обманывать их. И говорит, кто такой Иисус Христос, который сказал, возлюбите меня больше, чем отца и мать, возлюбите меня больше, чем детей своих. И многие незнающие, неверующие Бога, атеисты, спритыкаются на этих местах, которые суть их славы, и радость их жизни должна быть. А они притыкаются на этом. Как я могу Бога славить? Вот что Он такой? Он, неужели Он не сможет заснуть, если я Его не прославлю? Я слышал, даже верующие говорят так, споткнувшиеся и упавшие. Я говорил как-то уже об этом до этого, и хочу сказать еще раз, что это наша слава и радость. Я благодарю Его за то, что Он мне повелел хвалить Его, потому что это вышина, это вершина моего познания Его, когда я могу хвалить Его и благодарить Его. Потому что каждый из вас, если вы не хвалите Бога, вы хвалите что-то, кого-то, непонятно что. Доказательства? Хотите доказательства? Послушайте разговор тех людей, чьи сердца наполнены любовью к спортивным машинам. У меня недавно был друг, ну не друг, пациент, и вы знаете, когда у нас появилась пауза в разговоре, он быстренько стал мне показывать журнал какой-то Феррари. Мужчина, естественно. И он мне стал показывать Феррари, и говорит, их произвено только несколько штук, их только 80, и ты знаешь, я хочу сказать тебе что-то, у меня такая стоит в гараже. Следующий шаг пошел то, что он мне повел в гараж, и показать свой Феррари и свой Порш, 80-го года какого-то, который весь спотлесс. Я видел, с каким обаянием он ходил вокруг этого Феррари, потирая ручечки, захлопывая, и говоря, это жизнь, это идол его, это его счастье. Он себя мужчиной чувствует из-за того, что у него Феррари в гараже стоит. Иные конями, иные колесницами, а мы, а мы именем Господа нашего хвалимся. Ихняя радость в железках. Другой хвалится работой своей, статусом своим, повышением своим. О, мне дали, меня Бог благословил работой в этом году, мне дали там столько-то, столько-то тысяч. Это он чувствует себя мужчиной, или она чувствует себя из пол в жизни, чем-то, кем-то стала, потому что я могу идти и зарабатывать деньги каким-то образом. Какое ничтожество по сравнению с тем, кто достоин всей этой хвалы и благодарности, по сравнению с тем, кого я хочу любить больше всего на этой свете, потому что Он дал мне все. Почему я могу любить Его легче, больше, чем мою жену? Потому что Он мне дал ее, мою красавицу, возлюбленную. Он мне дал ее. И я не имею никаких проблем любить Его за это больше, чем ее. Он мне дал моих детей. Я люблю Его больше, чем моих детей. Имею никаких проблем в этом, потому что Он возлюбил меня и дал мне этих детей, чтобы я радовался ими, наслаждался и сеял в них мудрость и благословение, которое мне даровал Господь. Ну кто-нибудь, скажите. Аминь. Это легко, мне это не сложно, мне это не нужно выдавливать. Все благословение в жизни моей я получаю благодаря того, что Он мне это дает. И мы сегодня, как отцы, как матери, должны сеять в наших детей. Сеять. То, что мы сеем, то мы и пожнем. Не хочу, не хочу зяблочек. Это, знаете, это доказательство того, что закон Божий работает в жизни. Когда-то это было просто обыкновенным семенем. Когда-то, много лет назад, это было маленькой семечкой, которую кто-то посадил. Эта семечка росла при уходе и заботе, она стала давать вот эти плоды. Что это такое в руке моей? Извините, я не хочу сделать вас, что вы маленькие дети. Но что в руке моей это? Яблоко, плод. Почему я знаю, что это яблоко? Потому что оно выглядит, как яблоко. Оно пахнет, как яблоко. Я уверен, если я его укушу, это будет яблоко, потому что было посеяно некогда. Яблоко. А у вас есть другое что-то, потому что это было посеяно. И по роду своему семена дают. Я, к сожалению, сегодня смотрю на некоторых отцов или матерей, которые просто хотят, знаете, немножечко как бы удалиться от своих детей. Знаете, от усталости какой-то или чего-то так далее. Радость, которую дал мне Бог. Интерес. Ведь видеть это интересно. Как фермеру интересно увидеть, что видеть, и чтобы принести хороший плод. Так Бог дает нам возможность воспитывать, благословлять и расти своих детей в учении и наставлении Господня. Но чтобы нам стать такими отцами, отцами прежде всего, чтобы нам стать такими матерями, нам нужно посмотреть на образ и познать, который желает. Я Бога познания хочу больше, чем жертвоприношение. Не нужны мне подачки ваши. Я жизнь и даю жизнь всему. Не нужно мне обрядовое служение, которому вы не прикладываете сердце. Господь говорит, праздники мне не нужны, они тягостность для меня, потому что вы не хотите общаться со мной. Вы не хотите познать мою волю, сделать то, что приятно мне, и это будет вашей жизнью. Я не в рукотворенных храмах живу, Господь сказал. Я не нуждаюсь в служении рук человеческих, как бы имеющей нужду в чем-то. Я даю вам все. И жизнь, и дыхание, и все. Мы должны любить его сегодня, церковь. И поклоняться ему в духе истине. Родвейный передо мной читал прекрасные слова из псалма. Он прощает все беззакония мои, исцеляет все недоги мои. Это его слава. Это его слава. Знаете, сколько в этом году Бог исцелял мою семью, благословлял меня? Недавно совсем моей дочери нога, она не могла ходить, мне даже пришлось ее носить. Я даже как отец ее пропустил. Думаю, ну притворяется. Потом мы пошли к доктору и сказали, что у нее там воспаление может быть очень серьезным. У нее может быть там какая-то бактерия появится в этом суставе кости. Если это произойдет, может произойти. Другие-другие вещи, о которых я не хочу называть. И он мне сказал об этом, внимательно смотри. Я молился, отец, я знаю, ты заботишься, я знаю, что это моя дочь, я знаю, что ты мне ее дал. И ты, как любящий отец, ты не желаешь. Вот мое познание его, оно отражается на том, как я живу, чему я учу моих детей, как я их воспитываю. И мы имели с дочерью разговор, и мы беседовали с ней о том, что Господь твой целитель, о том, что мы должны стоять в вере и молиться. Ее ножка не сразу прошла, но прошла через неделю. У нее были немножко симптомы, за которые я переживал, но я ехал, я молился и говорил Богу, Отец, ты знаешь, ты исцеляешь неноги, ты целитель мой, ты Бог мой, ты сила моя. Наше познание его влечет нас к нему, чтобы взять то, что он может дать нам. Ибо всякое даяние доброе, всякий дар совершенный исходит от Отца Светов, у которого нет изменений, ни тени перемены. У тебя нет перемены, у тебя нет изменений. И слава Господу, она сегодня бегает, как бегала раньше. И ничего этого, чего боялись доктора, чего боялись мы, не произошли. Бог испытывает, и слава сегодня принадлежит Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Да и каждый из вас, я уверен, если вы сегодня станете и можете сказать, сколько Бог сделал для вас, нет ничего натурального, естественного, чем поблагодарить Его за это. И Он как Отец этого ждет. Вот я недавно с братьями беседовал, недавно ехал с работы, и ехал трак впереди меня. Вы ожидаете, когда, например, вы на дороге, кого-то пропустите и сделаете что-то доброе, чтобы хотя бы руку вытащил, сказал спасибо. Ожидаете? Я как-то ожидаю, не знаю, неприятно. Он такой трак большой, не мог на экзит, ему на экзит не нужно было, было на трассу, а такой трафик, все едут, никто не обращает внимания. Я же знаю, как ему тяжело. Я остановился, чтобы его пропустить, чтобы он вошел. Он въехал, а я еду, даже перестроился, чтобы посмотреть, ну, махнет хоть руку или нет, не махнет. Не махнет. Я, знаете, где-то внутри, ты так чувствуешь, ну, было бы все равно, так как-то приятно. Нам свойственно, хотя бы услышать спасибо за какое-то добро, которое мы сделаем. Господь, Библия говорит, что Он пришел, чтобы спасти народ израильский ради обещаний, которые дал Аврааму, Исааку и Иакову, а язычникам, как римлянам говорит, а язычникам из милости, чтобы славили Бога. Он дал мне вечное спасение с вечной славой. Он призвал меня в семью, я прочитаю сейчас, я вам сейчас прочитаю, в какую семью Он родил меня, в какую семью Он родил вас, возлюбленные мои. Книга Даниила, шестая глава, я прочитаю, просто вот Бога познания, знаете, пару мест, Бога познания. И видел я наконец, что в конце времен поставлены, это я добавил, в конце времен, это просто я подытоживаю общие характеристики, что поставлены были престолы, в конце всего, в конце жизни, в конце того, когда мы все умрем, и мы встретим своего Создателя, который взвесит нашу жизнь на весах правды. Библия говорит, вот что произойдет, воссел ветхи днями, одеяние на нем было бело, как снег. Это ветхи днями, это Отец. Это его описание. Он воссел ветхи днями на престоле своем. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи селись, и раскрылись книги. Это были книги жизни каждого человека, и по этим книгам будет взвешен и судим каждый из нас. Но во главе всего сидел судья, сидел отец, сидел я, есть, тот, кто я, есть. я дал вам жизнь, и теперь я хочу взвесить, добрый плод принесли ли вы, или злой. Для того, чтобы нам продолжать жить, простой закон, простой закон, но как многие из нас, мы запутываемся в нем. Для того, чтобы нам продолжать жизнь, нам нужна эта жатва. А для того, чтобы у нас была сегодня эта жатва перед нами, нужно, чтобы кто-то позаботился посеять доброе семя. Виноград, или яблоко, или хлеб, пшеницу. Кто-то должен был посеять доброе семя, и доброе семя сегодня достойно хвалы. Мы сегодня сюда не поставили амброзии пучок. Мы не поставили сюда сегодня, знаете, какую-то поганку, или ядовитую траву какую-то. Мы с вами радуемся, что Бог благословил добрые плоды. Это наглядный пример нашей жизни, что добрая твоя жизнь будет оценена Богом, соответственно, который есть судья и держит весы в руке своей. Вот эти весы, на которые вы посмотрите сегодня, листья и плоды, это проповедь о праведности Божьей. Его суд утвержден на правде. Он не может дать листьям бесплодным перевесить плоды, иначе нарушится его святость и справедливость. И это то, с чем мы живем, и о чем говорили предо мной братья. То, что ты сеешь, то ты и пожнешь. Я хочу прочитать образ сына. Написано в книге Откровения. Это был образ отца и образ сына. Вы найдете сегодня очень много подобия этому. И Библия говорит такие слова. «Я был в духе в день воскресный, слышал позади себя громкий голос, как бы трупный, который говорил, «Я есмальфа и омега, я первый, и я последний». Что ты видишь, напиши в книгу. И обратился я, чтобы увидеть, чей голос говорит со мной. Это был его ученик Иоанн. Когда Иисус был во плоти, он возлежал у него на груди. Но однажды он был в духе для того, чтобы увидеть его, какой он есть в славе Отца. И когда он был в духе, он увидел следующее. «Кто говорит со мной?» И обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир, и по персям припоясанного золотым поясом, глава его и волосы его белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненной, и ноги его подобны меди раскаленной, как бы раскаленной в печи, и голос его, как шум вод многих, он держал в правой руке свои семь звезд, и из уст его уходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Когда я увидел его, я пал к ногам его, как мертвый. Он поклонился образу того, который некогда являл себя пророком Божьим, и Моисею, и Данилу, и так далее. Когда написано, они видели Бога, они падали, или подобие, просто Бог издалили, Моисею давал видеть себя сзади. Помните, его лицо сияло, когда он просил Господь, покажи мне себя. И он говорит, я покажу тебе, ты увидишь меня со спины. Лица моего тебе не можно видеть, лицо мое это сын. Он придет однажды, и откроет тебе полноту всего. Мой сын откроет, но сейчас тебе не можно видеть моего лица. И он проходил, поставил его в расщелине скалы, и сказал, я тебя закрою рукой, я пройду, и ты увидишь шлейф сзади меня, ты увидишь меня сзади. Ты захотел этого, я тебе покажу. И когда он проходил, он провозгласил, я Бог. Какой? Человеколюбивый, многомилостливый, истинный, я прощающий беззаконие, милующий до тысячи родов, если ты обратишься ко мне и станешь праведным, я буду милого детей твоих до тысячи родов усмотрю, чтобы род твой был в благословении. Если ты отвернешься от меня, будешь ненавидеть меня, до четвертого рода наказываю. Смотрите, милость его до скольки? До тысячи родов, для любящих и послушных его, но праведность и суд его должны состояться в жизни ненавидящих его до четвертого рода. Это характер Бога, Которого мы служим, в руке Которого жизнь и смерть, Который творит все, что хочет. Библия говорит, все в нашей жизни происходит благодаря вере и доверию Ему, и вера прославляет Его. Как происходит рождение свыше, я не знаю. Как ветер мы не знаем, откуда приходит, Иисус учил. И не знаем, куда уходит, так бывает со всяким рожденным от Духа. Никто не знает, не может посчитать. У меня когда был математик, который сказал, я могу математическими законами посчитать, дайте мне всю информацию, я посчитаю, где будет следующий ветер, где будет следующая торнадо, где будет следующая буря. И когда он стал составлять эти формулы, он запутался, был талантливейший человек, и он сказал, я ничего не могу понять. И отсюда родился термин однажды, эффект бабочки. Мне кажется, что просто иногда бабочка махнет крылом на одной стороне земного шара, и буря появляется на другой стороне земного шара. Я сдаюсь, математика бессильна, есть кто-то, кто управляет всем этим. Это тот, кто управляет рождением свыше, кто управляет тем, чтобы слово коснулось тебя, и чтобы это слово не отвергнул, чтобы оно в итоге однажды принесло добрый плод в твоей жизни. Я прочитаю последнее место, и мы будем молиться. Написано во второзаконии, 16 глава. Сегодня, я верю, братья уже читали это место. 16 глава, 10-17 стих. Тогда совершай праздник седмиц, Господу Богу Твоему по усердию руки Твоей, сколько Ты дашь, смотря по тому, что благословил Тебя Господь. Господь Бог Твой. И веселись перед Господом Богом Твоим, Ты и Сын Твой, и Дочка Твоя, и раб Твой, и раба Твоя, и левит, который в жилищах Твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, который среди Тебя, на месте, которое изберет Господь Бог Твой, чтобы пребывало там имя Его. Господь поставил праздник, и было три праздника, на которые Он сказал, чтобы весь мужеский пол являлся предлицом Моё. Эти праздники – праздник Седьмидц, праздник Пасхи, праздник Седмиц, праздник первых плодов, и праздник жатвы, праздник кущи, праздник жатвы, когда будет собрано урожай. Первый праздник – праздник Пасхи, без которого ничего не может начаться в твоей жизни, праздник Пасхи, где Христос должен стать Откровением в твоей жизни, что есть Сын Божий Который понес на себе поругание твоих бесплодных дел Твоего заблуждения, твоего незнания Бога Твоих грехов, в которых ты запутанный И не можешь освободить себя Он понес это на себе И это откровение, каждый мужчина, каждая женщина Должны понять в своей жизни После того, когда ты поймешь, что сделал Сын Божий в твоей жизни Это первый праздник Господу, который ты будешь совершать В святости, благолепии, радости перед Ним Более второй праздник в твоей жизни Праздник первых плодов Этот праздник совпал с днем Пятидесятницы С днем излияния Святого Духа Это должно было произойти И каждый из нас должен быть радоваться Должен быть перед Господом Для того, чтобы получить этот дар Иного Духа, Духа Святого Который мы имеем силу и желание делать добро Служить людям Где природа моя поменялась полностью Где я получил силу Теперь, чтобы делать и соответствовать этой новой природе Которая родилась во мне, когда я познал, кто такой Христос Праздник первых плодов Это когда у меня появляется сила Сжать плоды для Господа Это когда Он дал мне Святого Духа И Библия говорит Вы знаете, в Израиле был такой закон Чем больше они славили Бога и радовались Праздник первых плодов Тем больше была урожая Это сегодня прообраз для нас Тем больше мы будем посвящать своей жизни Общению с Духом Святым Хождение с Ним Водительству Духом Святым Слышать Его голос И делать то, что Он нам говорит Тем больше будет плодов славы в твоей жизни В твоей семье В жизни твоих детей На работе и везде Ты будешь являть славу Того Бога, который живет в тебе Который мудрее, сильнее и могущественнее Всех этих идолов и богов Которые правят сегодня в этом мире Начиная от мамоны, серебролюбия Ты будешь сильнее Когда ты почтишь Господа В этом будет третий праздник Праздник сжатый Праздник урожая Там, где делатели собираются Где закрома их полны И они благословляют имя Господа За то, что Бог Дающий жизнь Дающий рост семени дал жизнь И они имеют плоды, которые они кушают Которые они будут есть И перед лицом Господа Я прочитаю дальше Помни, что ты был рабом в Египте И соблюдая и исполняй постановления сии Праздник ущий Совершаю себя семь дней Когда уберешь сгумна твоего И сточила твоего И веселись в праздник твой Ты и сын твой И дочь твоя И раб твой И раба твоя И левиты Пришелицы Сирота и вдова Которые в жилищах твоих Господь заботился о том Чтобы вы веселились Я хотел бы, чтобы сегодня праздник Пасхи И последняя молитва, которой мы будем молиться Я хотел бы, чтобы мы молились с вами Веселясь Вспомните все то, что благословение Которое Бог давал Я, может быть, думаю, что будет две группы людей Одни будут веселиться Одни будут плакать и переживать Но ничего Ваш плач обратится в радость Если это плач раскаяния перед Богом И примирение с Ним Семь дней празднуй Праздник Господу Богу Твоему На месте, которое изберет Господь Бог Твой Ибо, слушайте дальше Благословит Тебя Господь Бог Твой Во всех произведениях Твоих И во всяком деле рук Твоих А Ты будешь только Что? Это так неслыханно Это так давно ушло И послушайте, это веселье Это радость, о которой вам здесь Библия говорит Это не просто какая-то греховная Хэппинес Веселение Когда ты, знаете, там Что-то у тебя получилось Хорошо, или день идет твой хорошо Это радость, как плод Святого Духа Жатва Плод Святого Духа И ты будешь только веселиться Ибо Царство Божие не пища и питье А мир, праведность и радость во Святом Духе Почему? Потому что я святой народ у Господа Я чту Его заветы Он меня благословляет в жатве моей В поле моем, в семье моем, в делах моих Он благословляет меня, ибо я боюсь Его Я чту Его Он дает мне жизнь, и дыхание, и все И первое почтение я даю Ему И всего, что у меня есть Я говорю, Отец, это не моя мудрость Или не моя рука Если бы ты не спас меня, я был бы грешником Я бы не знал тебя Я не знаю, была бы у меня семья сегодня вообще или нет Я жил бы для себя Был бы раб похотей и различных удовольствий Был бы эгоист А ты спас меня И дал мне возможность быть благословением Для моих близких, родных, церкви, семьи Это мое счастье Я приношу эту благодарность тебе Мой Бог И он, Отец, и Отец смотрит на все эти праздники Когда все мужчины должны являться перед Богом Смотрит и смотрит с радостью Я хочу, чтобы вы веселились Я хочу, чтобы вы радовались Я благословляю вас, говорит Сущий Я даю вам жизнь Я даю вам дыхание и все Хвалу мне принесите Чистосердечную Благодарность мне принесите Скажите спасибо, Отец За жизнь Спасибо За то, что ты дал мне жить И видеть счастье, и радость И познать тебя Не ходить, как слепым в этом мире Спасибо, Отец Это все, чего он ожидает от нас сегодня И не приходите с пустыми руками Как Библия дальше говорит Три раза в год весь мужеский пол Должен являться предлецом Господа Бога Твоего На месте, которое изберет Господь В праздника признаков В праздник седмицы В праздник кущей И никто не должен являться предлецом Господа С пустыми руками Но каждый с даром в руке своей Смотря по благоволению Господа Бога Твоего, которое Он дал тебе И об этом даре Послушайте Не смейте сейчас воспринять Что это какое-то финансовое благословение Это часть этого Нет, но не на это смотрит Господь Ведь Он готов благословлять нас в этом Принесите по дару Принесите по тому, как благословил вас Бог Не сдерживайте уст своих Хвале и благодарности Народ Божий Не сдерживайте Воздайте Господу славу и честь Он Сына Своего не пощадил для нас Как с Ним не дарует и всего Время Мое подходит к концу И хотел бы всего столько еще сказать Но просто в конце я хочу сказать Маленький пример Может быть для тех из вас Которые сегодня слышат У меня Бог положил на сердце рассказать Просто свой пример и свое свидетельство И знаете Однажды в жизни моей Я был на путях, на расколе Я не знал служить мне Господу или нет Я был молодой парнишка Мне было 17 лет И я Уже в то время Я не знал, что влечет меня и то и другое Бог стучался в мое сердце Моя бабушка молилась за меня Отец мне говорил, что Сынок, придет в твоей жизни Однажды жатва вот такая вот Бог взвесит твою жизнь на весах правды Ты должен обратиться к Богу И Я запутавшийся Меня влекло мир и друзья Интересы все, которые там меня держали И влек также Бог Я однажды, помню, сидел, читал книгу Откровения Я думаю, Бог, неужели уже все написано? Ты уже знаешь все наперед И тут я Не знаю, что меня ждет дальше Вот Я лег спать однажды ночью В таких рассуждениях, что будет дальше И когда я спал, я видел сон, который сильнее был, чем реальность Этот сон был настолько реальным, как я сейчас говорю с вами Я проснулся Знаете, я когда уснул, я лег спать И вдруг я ощутил себя, что я еду на машине со своим другом Мой друг был сын мэра города, в котором мы жили Он учился со мной в классе И Вы знаете, у него была крутая машина И мы ехали с ним Я сидел на переднем сидении Он сидел рядом со мной Мы разговаривали, как будет весело нам на той вечеринке, на которую мы едем На этой вечеринке, где будет ожидать нас много фана И вот когда я ехал в этой машине, вдруг внезапно я увидел, как сгустились облака Как я сегодня, знаете, в пророках читаю День Господень, день суда Это не день сияния, это день мрачный День, когда сотрастутся небеса И облака собрались на всеми небесами, которые я только мог видеть И когда я стал смотреть через лобовое стекло Я увидел просто темную тучу И потом вдруг я увидел свет Проросходящий, пронзающий, как бы эти тучи черные Я увидел свет, и вышел Христос Я в то время, я уже имел достаточно понимания, что это Христос И с правой стороны его ангелы, и с левой стороны его ангелы И они шли настолько могущественно Так что я стал кричать, я не помню каким криком Бить по коленке своему другу и говорить, останови машину и сейчас же Я понимал, что если я привстретил Бога И я не покаялся с Ним, будет слишком поздно Я не примирился с Ним и не признал Его величие Он остановил машину, ударил по тормозам Я открыл дверь и вывалился, что есть, на гравийку Я до сих пор помню, даже улицу, гравийку Это стоит до сих пор в моем сознании Я упал на коленки и стал кричать Не смел посмотреть на небо, просто наклонил свои глаза и стал кричать Бил рукой об землю и говорил Бог, дай мне еще чуть-чуть времени, Господь Дай мне еще чуть-чуть времени Дай мне еще одно мгновение, чтобы я мог просто покаяться при Тобой И попросить прощения у Тебя за мою жизнь, за мои дела Прости меня, дай мне одну секунду, дай мне одну секунду, Боже Когда я, знаете, так кричал Богу, что было у меня сил Я проснулся в своей комнате Я никого не разбудил, слава Богу Хотя мне казалось, я никогда так громко в жизни не кричал Передо мной предстала просто в тот момент, в секунду, вечность, которую я выбрал Благодаря, разменял на паре, разменял на вечеринки Разменял на временное наслаждение грехом Передо мной открылась вечность Творцом И я должен увидеть себя, развернуться и пойти в гиену Развернуться и никогда уже не иметь возможности попросить у Него прощения Я проснулся в холодном поту До сих пор с криком в моих устах Бог, дай мне одну секундочку, чтоб я мог пред Тобой покаяться Когда я открыл глаза, я чувствую, что я проснулся Еще кричу эту фразу Я остановился, я сидел по сторонам Было темно в комнате, никого не было Но я услышал голос Тихий голос Нежный голос Любящий голос Голос, который я не забуду никогда Голос моего отца Который мне сказал Еще есть время для тебя Я не знаю, кто ты, дорогая душа Но я чувствую, что сегодня призыв Божий звучит к тебе Не пройди, Бог стучится в твое сердце Он хочет исцелить твою боль Он хочет навести порядок в твоей жизни Ведь ты устал, признайся сам Ты устал бродить по этим лабиринтам своего разума Устал искать и не знать и жить временными Жалкими удовольствиями, которые испаряются наутро И ничего кроме пустоты у тебя нет Покайся перед Богом сегодня Все, что тебе нужно И искренное прощение перед Ним Покайся перед Богом сегодня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok